Приветствую бойцы! В сегодняшнем обзоре будет самая дамажная сборка в игре War Robots, на мой взгляд. Вооружение Avenger очень-очень дамажное, но оно эффективно вблизи. Но можно неплохо накидывать издалека, оно немножко уже понерфлено, на 5% увеличили разброс, и так гигантский разброс. Но издалека также можно неплохо накидывать. Итак, Avenger. Давайте посмотрим. Посмотрим. Avenger. Покупаются за голду. 2500 голды, если я не ошибаюсь. Да, так оно и есть. Орун на 12 левеле с собой мы 367. На 12 левеле МК2 440 тысяч. Но такого гигантского урона с собой мы не найдете ни на одном вооружении. Правда, перезарядка у него 10 секундочек, это, конечно, печалит. Но, мне кажется, роботы будут таять. И фишка данного сборка, фишка данного обзора, не в самих Avenger'ах, мы данную сборку уже рассматривали, а в трех термонокуляторах 6 левела. То есть, я превращаюсь в Гликмана постепенно. Ну, попросили меня, попросили меня показать очень самого дамажного робота. Но я подсчитал, подсчитал, посчитал и подсчитал, что данная сборка будет наиболее дамажная. Помимо трех термонокуляторов 6 левела, мы будем использовать бустер. Бустер дает 5% к повышению урона. То есть, в итоге, плюс 35% к двум Avenger'ам. Так, и давайте все это дело подсчитаем. Подсчитать, я люблю считать. Так, 440 тысяч. С одного Avenger'а 12 МК2. Умножаем на 2, 2 Avenger'а. Столько урона заливается, заливается с одной боймы почти миллион. И все это богатство умножаем, в общем, прибавляем на 35%. Миллион двести данная сборка будет заливать с одной боймы. Не учитывая встроенного огнемётика. Как вам такое? Да, по-моему, это просто взрыв головного мозга. Урагов будут рваться пердаки, они будут писать в поддержку. То, что читер там и тому подобное. Так, ладно. Обкалываемся бустерами. Полетели в бой без лишних разговоров. Все уже вам достоверно объяснил, подсчитал, рассказал. Лишние болтания не будем допускать. Поиграем давайте гонку за маяками. И, естественно, против всех. В гонку за маяками я буду играть с лечилкой. На ОАДЖАН не будет мне оставить лечение. А когда я в режиме против всех, там поставим, соответственно, там в основном на команду надеяться не надо, естественно. И будем играть, естественно, с глазиком. Сейчас, соответственно, если будет кто-то с энвизом, невидимостью, я буду тупо от него улетать. Так, расположение вооружения у ОАДЖАНа высокое, поэтому в энвизии без использования глаза с урона я ни по кому не смогу попасть. Так, насчет языка. Стоит у меня русский, ставим английский, побежали. Бомба одна побежала на серединку, мы побежим налево. Вниз никто не пошел, но я тоже не пойду. Моя задача бежать к врагам и их подрывать, а не бегать по маякам. Моя задача создавать хаос, суету, нервоз и прочие прелести. Гонки за маяками. Так, на опережение стреляем. Это страйдер. Немножко получил дамага. Вот он, белая дырокошка. Сразу меня заморозил. У него установлен активный модуль. И щит не бахнул. Прокачка у него шикардосная. Так, стараемся вертеться и крутиться, чтобы он мне промазал как-никак. И подрываем. Отлично, подорвали. Правда, у меня оторвало ствол. Но я могу сделать финальный подрыв. Кого-то там. Так, 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 так. Так, потихонечку подбираемся, активируем. Через 5 секунд будет бабах. Активируем влечение. И белого дракона подрываем. И от смерти тоже подрываем. Убивайте меня. Нет, далеко улетел. И время взять белого дракона и разрывать пердаки. Сразу взлетаем белого дракона. Что мы с ним делаем? Давайте смотрим. Ну как, хпшка у него уменьшает. А, ластен. Вижу, понятно, не дурак. Так. Ну быстро, по-моему, быстро. Но, к сожалению, он возьмет сейчас робота. И будет меня топтать, прыгать. А у него арес вообще. Заставляем его использовать способность. Как вам? Уже половины ареса нету. Эвенджеры. Перекачанный в хлам. Так, лечение. И сваливаем по-добру, по-здорову. Он активирует глаз. А я использую укрытие, чтобы не получать дамаг. И тем временем забираю за мгновение спектра. Сказал я и не забрал. В инвизе пострелял по спектру. Так. И у меня эвенджер на перезарядке. Так, помощи как-то особо не наблюдаю я. И меня тупо сливают. Сливают, сливают, сливают. Стараюсь убежать. Есть лечилка. Активирую лечение. Да. Влетаем. Отлично. Арес. Спектроидный. Так. Инг вышел из инвизы. Так, так. Ну, сгорает за мгновение. Отлично, отлично. Так. Команда, пожалуйста, помогайте. У меня как бы здесь обзор идет. Активируем 5 лечения. Нет, лечение не справилось. Дикий-дикий урон заливаются. Какой-то негодяй подбирается справа. Давайте мы сделаем нежданчик. Так, его уработали. Так. Хаечи, шоки, японская мама. Мне шоки не достались. Передача шоков уменьшена. Понятно, понятно, понятно. Ты мега-мега крутой. Я понял, да, я знаю. Ты мега-мега крутой, но я круче. Так, кого мне там топтать, кого бить, кого обижать. Сразу всех нахрен разносим. Разносим, разносим. Активируем лечение. Потому что медикус смотрит на меня. У него сопротивление урона еще работает. Так, и справа от меня должен быть Меркурий. А вот он и есть. Лаги присутствуют. Так, сработал Ластен. И его способность тупо не нанесла мне повреждения. Так, и можно здесь выходить. Давайте это и сделаем. Сразу замораживаем способность. И активируем способность. Отлично. Не допустили захват Маяка. А это у нас Шокермен. Маяк мы обратно захватили. Шоки сейчас будут прыгать. И моего РСа неплохо продамажат. Шоки прыгнули как раки. К сожалению, Белый Дракон на меня сливает. Команда сильный. Вернее, игрок сильный в команде вражеской. Довел меня до Ластенда. А, нет. Так. Шоки сводятся. Активируем способность. И щит отрикошетил в инвайдер, к сожалению. Где-то вот сильный игрок есть. Вон тот сильный игрок. Вон тот. Булочка. Привет, булочка. Сказали, Булка очень хорошо против ОРСов. Давайте посмотрим. Как же она хорошо играет против ОРСов. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Пригвоздили ее норики. Да, пожорная смерть. Интересно. Так. Возможно, надо было на Белого Дракона поставить все-таки один Ластендика, а. Как вы думаете? Захватываем маячок. И у нас получается 4. У врагов 2 игрока. То есть у нас преимущество. Так, я могу по Меркури уже стрелять. Нет, не могу. Вот он, сильный Азиат. Ну, бежим. Не буду сливать ОРС. Его встроенная способность лупит. Просто катастрофические повреждения наносит. Думаю, зачем сливать. Имеется 2 хала. Сейчас мы поможем. Бирманду. Бирман играет на Ланселоте. На Ланселоте я крайне не рекомендую. Если играть на устаревших роботов, это начиная от Хаечи. Хаечи чувствует себя просто отлично в чемпионной лиге. Кто бы что ни говорил, если у вас руки из правильного места растут, то вы будете на Хаечи играть. Ни один робот в игре, да и не только в игре, не может, ну не только робот, имею ввиду, никогда не идет, не танкует в лоб. Кто бы что ни говорил, что вот там все выиграли, в общем. Вот, парень написал мне в комментариях, я на Хаечи выхожу против ОРС, а он меня сливает в лоб. Зачем ты в лоб выходишь? Не выходи в лоб. Кто у нас танк в игре? Кто танк? Давайте посмотрим азиата. Нет танка в игре у нас. У нас в роли танка выступает ласт-тенд. Ставишь ласт-тенд на любого робота и робот превращается в танка. Как бы смешно, но плакать порой охота от этих ласт-тендов. В общем, как-то так. Если вы играете на Хаечи против ОРС, используете два прыжка. Сначала постарайтесь проверить, есть ли у ОРС ласт-тенд. А потом уже идите там и, соответственно, к нему под щит запрыгиваете. А если у вас ласт-тенд стоит на Хаечи, то можете, в принципе, сразу под щит прыгать и сливать ОРС. Но ни в коем случае не в лоб, потому что если есть тормозящее вооружение, а даже если тормозящее вооружение у него нет, а имеется активная способность замораживания, то вам тоже будет весьма хреновато. В этих скоржиках вас будет тупо заморозит и будет сжигать, 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 сжигать. Так, маньяк наш. От скоржиков закрываемся, да, отлично. Враги все счастливы. Там уработали. Ну и пошлите забирать маньяка. Здравствуйте, я ваша тетя. Ну вот так вот, два маяка наши, с помощью бамбермена. Вот там еще один бамбермен, без вооружения, как я понял, анцель. Анцель и щит. Так, до свидания. Можно еще почудить вон там вот. Ах, ты меня контролирует. Так, нет, нет, не получится. И берем нашего белого дракона и давайте всех выжигать, но будем аккуратненько, аккуратненько. Ластэн, да, нет. ХПшки, в принципе, предостаточно. Так, а я бустер активировал? Да, бустер активировал на урон. И на щит, да? На щит у меня работал. Так, ты кто? Глазика у меня нет. Так что вся надежда, что будут роботы без Энвиза. Еще плюс к тому же... А, с Энвизом, да? Ну, он за мгновение сгорит, использует быстрое перемещение робота. Ох ты, блин, ох ты, блин, я увлекся. Так, близко подпустил к себе и, соответственно, повреждения я получил. Остатками обоим я Хейдеса просто вынес. Он просто в шоке. Как такое может быть? Ну, что ты хотел? Так, я срочно взлетаю, взлетаю и улетаю. Взрывы у меня не достали от Меркури. Ждем, пока Меркури вводит из Энвиза и его тупо отфигачим. Приветствую, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как вам урон заливается? Просто вы что, бараны, делаете на дом маяке? Ну, типичная баранья тактика. Стать все вместе и стоять. Нужно держать фланги, сделать линию. И, соответственно, ни слева, ни справа, ни посередину врагов не подпустим. За эту линию, условно говоря. Так. И даже, смотрите, допустим, боксеры есть, крепкая у них челюсть. Никто тупо не идет вперед, не получая удара, соответственно. И просто едя вперед и выбирая лучший момент, чтобы атаковать, нанести удар. Нет. Какая бы у тебя ни была крепкая челюсть, но никто так не делает. Поэтому, зачем вы на хаечи лезете в лоб на Ореса? Ну, нет нас танка в игре. Нету, нет танка в игре. Даже фалкон тупо сольется на изи. На изи фалкон сольется. Даже плюс у него 66%. На что надеешься, паренек? Кто мне скажет, на что он надеется? Просто лишь бы что-то какие-то невнятные телодвижения делать. Довел мангала стенда, понятно. Я его тоже довел. Давайте здесь появимся. И на всех дробах, шах, будем всех выносить, тормозить. К сожалению, наша команда вроде бы как раки еще те. Один рак отвалился. Ну и в разочной команде тоже рак отвалился. Спекер тупо за седу побежал вперед. Молодец, так и надо делать. Если ты хочешь слиться. Я думал, ты хочешь выиграть. И сливаем блица. Близ только вышел на своем респе. И дико-дико огребает. Агребатор. Так. Он этого явно не ожидал. Еще один блиц. А нет, это был инвайдер. Давайте сильно не будем рисковать. Способность наша не откадешилась. Так. Ну думаю, такая классная сборочка у меня. Надо обязательно несколько раз поиграть в режим против всех. Хотел прыгнуть, но не успел. И еще белый дракон. Нехило так накидал я ему. Карнэдж, карнэдж, тигриный лев. Молодец. Так, какой-то робот походу в Булварк. У меня через 7 секунд будет прыжокер. Ой, прыжокер способность. Так, это, да, Булварк. Пытается по мне там что-то сделать плохое мне. Вот, видите, как неплохо накидывает. На меня не смотрит. Молодец, молодец. И маяк я не захватил. Ну он старается идти мне под щит. Но у меня же скорость дикая. Вы же знаете, да? 60 километров. Еще можно ускорить с помощью бустов. До свидания. Если бы я играл еще аккуратнее, то бы я вообще... Вот он Хэйч идет. Я бы вообще повреждений не получил. У него имеется огнемет и он может накидывать за укрытие. Вот он пошел накидывать за укрытие. А давайте робота починим. И будет на вообще счастье. Так, отлично. Играем уже четверо против двоих. Самая жесть началась. Так, Арес вышел. Сразу от Арес остались рожки до ножки. Ланслот дико получает по щиту. Да, он активировал лечение. Все, моя способность закончилась. Ухожу в укрытие. Так. Пока маяк не занимают. Давайте еще маяк займем. Нет, бой быстро закончится. Давайте не будем маяк занимать. Так. Ареса заморозили. У него способность отработала. И поэтому давайте его сливать издалека. Ласт энд. Где-то второго или третьего левела у него имеется. Но думаю тут без вариантов. Угу. Нет, решили все-таки маячок позахватывать. Давайте я к ним присоединюсь. Как-никак получу голодеца. Голодец лично не бывает. И так же, если у вас есть старый робот. Да, вы уже опытный игрок. Ну или в принципе считаете себя таковым. Ну в общем имеете старые роботы. Прокачки там. Десятого левела допустим говоря. Ладно, пошли кучу давить. Десятого левела. Там двенадцатого возможно даже есть. Да, немка два. И соответственно вы в дилемме. Куда тратить голоду. Что вообще делать. Как дальше жить в мире в роботах. Я всем рекомендую уже теперь. Просто окончательно. Окончательное мнение моё сформировалось. Покупайте ласт энд. Если имеется у вас голода. Пять тысяч голоды. Если есть старые роботы. Качайте старых роботов. Прокачайте всё что имеется у вас в ангаре. Если у вас имеется хаечи первого левела. То вопрос возникает. Да, нафиг он тогда нужен вам качать его. Лучше собрать нового робота и качать. Да, если у вас хаечи там двенадцатого левела условно говоря есть. Ну и закачайте его в МК-2. Робот ведёт себя, показывает себя неплохо. До сих пор. Если у вас руки кривые, косые и тому подобное. У вас даже Арес. У вас даже Белый Дракон. Тур Фенрир вас не спасёт. Вы на них будете тупо дохнуть. Как бы это вам не было для вас печальной новостью. В общем есть старые роботы. Прокачанные уже более-менее. Качайте их в МК-2. Есть старое оружие прокаченное более-менее. Качайте его в МК-2. Про новых роботов пока забудьте. Всё выкачайте в МК-2. Потом можете уже... Ну и покупаете параллельно ластенды. Ластенды качаете. Ну хотя бы до третьего-четвёртого левела. После этого можете уже... Ну можете не то вам они отменяют. Параллельно собирать нового робота в ангаре. Пусть он собирается. Новый робот. После того как у вас всё зелёненькое. Всё прекрасное, чудесное. Вы уже собираете... Качаете вернее новых роботов. Так. Берём статус Белого Дракона. У нас глаз. Алмаз. Два робота рядышком. Там Меркурина. Куда он идёт? Куда он идёт? Ты куда идёшь? Вот он, Фалкон. Ну давайте посмотрим Фалкона. Сопротивление урона 66%. Огнемёт и два Эвенджера. Просто... А, помогают, не помогают. Ну сгорел. Сгорел на работе. Так. Меркурий издалека. Издалека. Естественно хреновато получает дамаг. Так. Перестреливаемся. Даже издалека. Смотрите как сливается, да? Как-никак миллион двести повреждений наносит данная сборочка, да? За счёт Эвенджеров. Он прыгает. Почти уработал. Блин, я думал он до меня не достанет. Так он активировал глазик свой. И у меня у него ещё имеется ласт энд. Так. К сожалению, у меня нету кулачков, чтобы починить машину. Нифрена себе поиграл, да? И нас играет на большой карте... А, ну нормально, нормально. Подходят парни. Ну давайте его пошпигуем. Зарядил мне немножко щит. Давайте ему зарядим щит. Давай. Убей кого-нибудь. Я тебе по полной щит зарядил. Вот он кого-то там убивает. Нет, никого не убивает. Он тупо на размин иду. Мне нужны кулачки. У него крутая прокачка. Ласт энд. Такая же прокачка у меня. Итак. Есть пять кулачков. Он хочет мне опять слить. Так. 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 Отлично. Все. Я надо менять робота, а я робота менять не могу. Блин, надо было дать себя убить. Так. Где не говоря, я появился? Убейте меня кто-нибудь. Мне надо взять белого дракона. Вот он бежит ко мне. Давай, давай. Сливай меня. Сливай, дружище. Пойдем в огонь не ведем. Все отлично. Берем белого дракона и начинаем чудить. Так. Ласт энда нет у нас, поэтому нужно быть на чайку и желательно воевать поближе. Так. Расстояние. Большое. Но давайте издалека шпиговать инвайдера. Понятно. Включил щит и мы сваливаем. 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 Глазик есть. Глазика нет. Понятно. Значит, во втором заходе его уничтожим. Блин, как-то скучновато получается. На большой карте. Да. Динамика совсем-совсем не та. Так. Через 11 секунд я смогу взлетать. Арез от меня убегает. Ну ты же круче меня. Ее мод японская мама. У тебя непробиваемый. Абсолютный щит. Да. Еще за счет карты, наверное, такая скукотища получается. Сваливает. Вам интересно? Мне абсолютно неинтересно. Большая карта. В какие-то догонялки просто играем. Где бои вообще? Это военные роботы? Или это... Ранен робот. Догоняющий роботы. Попробуем еще раз. Выходим сразу. Без страха. И стеснений. Слева-справа от меня враги появились. Давайте подождем, пока они там будут прыгать. Покажутся. И слева-справа меня хотят убить. Понятно. Активируем глаз и улетаем. А взрыв-то меня задел. Прозевал я. И враг сразу взял и слился. Убрал робота. Таптыгин, товарищ. Так, товарищ Таптыгин. Хаечи долбанул неплохо. И его сливает, сливает, сливает. Хаечи, дайся. Я тебя убью, пожалуйста. Тут уже два негодяя рядом. Бомба. Как вам такое? Нормально, да? Бомба с ласт эндом тысячного левела. Давайте бомбу забираем. К сожалению, бомбу и убил не. Я вообще никого в этом бою не могу убить. Второй бой. Черная какая-то полоса. После какой-то бред идет. Ласт энд тысячного левела. Ну, знаете что, товарищи? Без ласт энда, еще раз убеждаюсь, в этом мире, в мире робот делать тупо нечего. Я вам про что и говорю. Качайте ласт энд, качайте старых роботов. Все, качайте все, что у вас есть, старье всякое. Вот у него ласт энд нет, его с ними справился. Если, соответственно, даже у бомбы ласт энд, вы там хоть волосы на голове рвите, хоть что делаете. Ну, не убьете вы робота, не убьете. Вас убьют, если у вас нет ласт энда. В общем, на всех роботах ласт энд. Все. Получается обзор недостоверный получается у меня. Понятно, что сборка дамажная. Но. Но, но, но. Но, 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 но. Но она не живет. Без ласт энда она не живет. Убегу, не убегу, интересно? Убежал. Ах ты, не убежал, а он за мной не преследует. Так, я могу починить эту сборочку. Ну и давайте без ласт энда постараемся играть. Полетели сразу. Кого он там прессует? Можно я его убью? Ну, что у нас еще диких повреждений? Дикие повреждения заливаются? Ну, нормально заливает, но как-то прям, чтобы чудеса были незаметно, да? О, ну это чудеса, конечно. Повреждения, конечно, классные заливают. Все-таки, все-таки классные. Инвайдер был просто очень жирный робот. И, соответственно, с ним большие проблемы с его уничтожением. Так, издалека, издалека подамажили неплохо по хачеку. Могу взлетать. Давайте, полетели. Как раз сейчас перезарядится у меня эвенжеры. Хач использует свою способность. Давайте эвенжеры раскручиваем. И посмотрим, что сможет сделать нам хачек. А сделать, ну, сможет нам ни хрена. Понятно. Полуобоевым потратил на хачека. Способность перезарядится через 15 секундочек. И поработаем по инку издалека. Даже пусть вы потеряете немного по урону. Но без ластенда просто игра кардинально поменялась. Ну, будет он прыгать. Это стопудово. Так, и сгорает за мгновение. Так, полетели мы к этим нагибатронам двум. У меня первое место, как-никак. Но будем еще бой играть. Давайте я все-таки, все-таки, да, я поставлю на данную сборку ластенд. И после этого так же в режиме против всех поиграем. Прям сегодня, прям сейчас, после этого боя. Ластенд. Ни хрена себе. Ну вот, вот. Могу починить? Могу починить, отлично. Пригвоздил меня так неплохо, да? Так, ты куда бежишь? Он бежит от меня. Что сделать? Видите, расстояние увеличивается только. Аресы очень-очень мобильные. И он пытается убить спектроидного. Так, карта вроде бы неплохая, вроде бы небольшая. Но жутко вытянутая. То же самое, что и, в принципе, спрингфилд, наверное, по размерам, по длине именно. Влево-вправо бегать недалеко. А вот вперед-назад бегать просто катастрофично далеко. И сзади его шпигуют в каких-то пулеметах. Убили его с пулемета. Эвенджера не зеленые. Там, получается, белый дракончик. И мы так будем бегать, да? Друг за другом. Да, интересно. Так, у белого дракона способность есть. У меня тоже способность есть. Ну что, взлетаем, активируем глаз. Сразу же, да? Отлично. Он тоже активирует глаз, но не с большим опозданием. Что насчет ластенда, паренек? Непонятно, с этим ластендом. У него все-таки был ластенд. Ластенд был, и он остался в живых. Так, пытаются меня заморозить и сделать на мне килл. Все? Нет, не все. Все. А что тебе надо, старчик? Ну что, рассчитываешь? Он рассчитывает меня уработать, естественно. Ну давайте, поджидаем его. Блин, как-то неаккуратно я поджидаю. Все, поджидаем. У него первое место. У меня же было первое место. Раскручиваем барабан. Ну и давайте забирать. У меня вооружение ближнего боя. У него дробаши, соответственно, ближнего боя. Вот, у него ластенд. За счет ластенда он меня победил. Вы работал значок. Видели все, да? Робот защищенный. В скобочках. Робот в скобочках. Да, да, да. В общем, товарищи, все мои новые игроки, старые игроки. Новые игроки, соответственно, собирают новых роботов. Потому что им тупо нет у них робота, да? А все старые игроки, если у вас есть Хаечи, Спектр, Страйбер, Пуршир. Играйте на них. Меркури, Мастхэв, даже два можно в ангаре. И все свое время свободное, все свое серебро. Тратите на прокачку вооружения. Актуального, мощного, дамажного. Пусть даже и экономного. И ластенды, ластенды, ластенды. Термонуклеаторы, термонуклеаторы, термонуклеаторы. Так. Так. Он юлит, естественно. У него тоже ластенд вроде бы, да? Или нет? Ну, убил его. Так, второе место у меня. И сейчас у нас бои идут один на один. Надо сбросить обойму. У него тормозящие дробаши есть, да? Поэтому нужно быть на чеку. Чем ближе ты ко мне подходишь, вот, замечаете, да? Чем ближе подходит, тем просто чудовищнее. Вот, ластенд у него работает. Отлично. Давайте подождем, пока у него ластенд отработает. Все, он отработал. И сейчас мы его нафаршируем. Так, пока от него убегаем. У него способность заканчивается. Ха-ха. Ну, паренек, ну все, до свидания. Теперь ты от меня убегай. Отлично. И теперь у меня стало первое место. Где ты появишься, балбес? У тебя куча кулачков. Я в этом уверен. Нигде нет его. Фаллос векторе. Практически на одном белом драконе отыграл. Причем с сильными игроками. Сильные игроки, а настреляли немало. Итак, итак. Вносим небольшие коррективы. Играть на бомбе мы не будем в гонку за маяками. Поэтому мы оттуда ластенд снимаем. Шестого левела. Мечта идиота. И одеваем, соответственно, ластенд сюда. А ластенд, мне кажется, можно было ниоткуда не снимать. Давайте на бомбу обратно и возвращаем. Все. Урона стала. Теперь наша сборка наносить поменьше. Так, бусты работают на атаку. Бусты на атаку работают против всех. Полетели попытка номер 3. Поверять против всех. Первый раз большая карта. Вообще скукотища догонялки. Второй раз нормально. Но явно проседаю я из-за отсутствия ластенд. Теперь урона будет поменьше. Но. Буду жить. Буду жить. Так. Карта просто наилучшая. Все. Самая лучшая карта, что может быть. Ах ты, зеленая нечисть. Ластенд имеется у страйдера. Так. И давайте белого дракона пожгем. У него сопротивление урона 80% работает как-никак. Но это ему не помогает. И меня какой-то негодяй тупо в бок заливает счастливый. На магнумах ягнемете. Работает у меня ластенд. Ко мне несется бомба. Очумелая. У него второе место. У меня первое. И они меня пытаются вдвоем отшпилить. Так. Очумелая бомба. Зарвал этого страйдера приставучего, который у меня в бочину заливал. Попадаю я хотя бы? Нет. У него работает ластенд. К сожалению. К сожалению. У меня всего лишь два кулачка. Я не смогу робота починить. Вот это да. Опять первый блинком он. Первый блинком. Так. Фалкон снял щит. Не успел его забрать. И пока у него щит. Твою дивизию. Ладно. Не успел я. Ну что? Крутой робот, да? До свидания, крутой робот. И опять-таки я не смогу поменять робота. Одна минута пять секунд. К сожалению. Идем умирать. Идем умирать. Бомба, взорви меня. Да. Карта классная. Но какой-то получается бред. А не, нормально. Играем нормально. Убивай меня, убивай. Во. 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 Last end. На. Все отлично. Восстанавливаем, чиним нашего робота. И полетели в бой. Так. Да, уже двое отвалились. Двое отвалились. Слава разработчикам. Они в чемпион лигу суют игроков. Там, не знаю. Там, возможно, даже только начал играть. Там первый левел прокачки. Все. И ты уже будешь чемпионом. Скоро. Скоро. Времени так, наверное, и будет. И сбоку давайте по белого дракона сливаем. Нет. Он взлетел. Брежь, не уйдешь. Глаз зря я активировал. И инвайдер у нас. Инвайдер что будет делать? Прыгать на меня. Да, он прыгает. Я продолжаю его стрелять. Так. Он врызгался в стенку. Ну. Нет. Нет. А, килл мой. Странно. Весьма странно. Это виноватый в этом лаге. Так. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. С опасного места. Ласт энд у меня работает. И давайте негодяю, который в первое место сливает. У него два огнемета на белом дракошке. Но способность отработала. И я жгу его с двух эмажеров и одного огнемета. Страйбер сваливает. Ну давай посмотрим. У тебя хала, да? Вблизи хорошо работаешь. Но я тоже хорошо вблизи работаю. Но я с ним не справился. Кпшки было маловато. Да, двое уже отвалились. Двое отвалились. С первого левела скоро все будут чемпионами. Бред, бред. Инк. Это инк на экзодусе и арканах, если не ошибаюсь. Да, инк зря прыгает. Пустую прыгал. Ну чисто так делают раки. Даже могу я не прыгать, тупо его забрать. Раскручиваем барабан. Заранее. И забираем. Вот он сгорает за мгновение. Да, ласт энда нет. Робот устаревший. Все-таки и старых роботов инка бы я не советовал бы. Слишком уж медлительный. И сгорел. Сгорел на работе. И это безумный страйбер, который вблизи разрывал меня. Посмотрим, что сейчас получится. Ох ты, у него ласт энд какой, а. У меня тоже ласт энд. О, убил, отлично. Так. Да ты, я на миг один еще тот нагибатрон, да? Заставили меня использовать способность. Так. Орес. Давай посмотрим, на что способен Орес. Орес ни на что не способен. В общем, делал я обзор про эвенджеры. С тремя термонуклеаторами. Дикая и дикая сборка. А получился обзор про, опять-таки, про ласт энд. Что без ласт энда, тупо в игре уже делать не хрен. Даже не роботы рулит, я еще раз повторяю. А ласт энд. Играйте хоть на старых роботах, хоть на динозаврах каких-нибудь. Главное, что в этих динозаврах был установлен ласт энд. Ласт энд, ласт энд, ласт энд. Ложитесь с этим словом в мысли в голове. И вставайте с этим словом в голове. Как бы мне получить ласт энд? Заказывайте у родителей на Новый год ласт энд, на день рождения. Нужно 5 ласт эндов, чтобы один ангар собрать. Ну, давай посмотрим. Перестреливаемся мы с ним. Ну, издалека просто пукалка получается эвенджер. Ну, сделали бы туда 350 метров, да и все. Унизили эвенджер просто в некуда. И раньше он плохо стрелял, а теперь после нерфа еще хуже все стало. Так, у меня эвенджер на перезарядке. Давайте. А, все нормально, перезарядился. Залетел. Не, врешь, не уйдешь. Что-то непонятно. Все, ласт энд, вижу. Ласт энд работал у него. Твою мить. Сейчас у меня ласт энд работает. В общем, у нас игра превратилась в биту ласт эндов. У кого ласт энд более прокаченный. Все, у меня первое место. Думаю, дальше обзор продолжать бессмысленно. В ближнем бою поняли, робот данная сборка всех нахрен сливает. Но, я не знаю, там в ближнем бою это в районе 200-300 метров. 350, да. Как работает стройный огнемет, так и вы с эвенджера должны стрелять. Издалека просто оружие стало пукалкой. Пукалка. Спасибо разработчикам. Ну, в принципе, возможно, все и правильно. Вот такие негодяи бегали. Какой-то Enemy 1. Это кто это он? Пилот 1. Вот, у него там ласт энды тоже классные. Вот Дед Мороза попросил, ему дали. Вот, на этого Меркури, на страйдера послал. Даже робота не выкачал. Главное выкачать ласт энд. И у вас, в принципе, должны быть такие мысли в голове. Пофиг на все. Ласт энд, ласт энд, ласт энд. На этом все. Пока. Пока.